Что же такое? Меня спрашивали в перерыве. Такую последовательность нулей и единиц мы называем случайно. Все-таки, хотя вы говорили, что все они равновероятны, все-таки некоторые из них выглядят... Ну, представьте, что есть ладерея. И много лет там все время выпадает комбинация 1, 2, 3, 4, 5, 6. Наверное, вы бы заподозрили, что что-то здесь не так. А между тем, и она ничуть не менее вероятна, чем любая другая последовательность комбинации. То есть, все-таки, у нас есть первое интуитивное представление, что какие-то события менее вероятны, ну, не то, что менее вероятны, более подозрительны. Потому что иногда кто-то нас, если мы обнаружим какую-то закономерность, что такое случайная последовательность нулей и единиц? Ну, там длинная какая-то конечная последовательность, ну, или, наверное, бесконечная, если мы хотим математическое определение. Что это значит? Это, ну как, вскоре лучше так и не описать. Это когда? Вот дальше есть разные определения. Можете вы предложить какое-то определение? Интуитивное. Вот вы хотите объяснить, в каком случае вы поверите организатору мотерею, в каком случае нет, да. Программа, когда нет слишком часто ответственности в один по тех же числе, когда будет примерно равное количество? Сейчас, когда примерно равное количество. Вот давайте я предложу такое определение. Когда доля нулей равняется доле единиц, единиц с ошибкой, стремящейся к нулю. То есть в среднем для больших начальных отрезков хорошее, то есть примерно поровну нулей или нет. Хорошее это определение или нет? Нет. Нет, почему? Если там сначала единица, а потом нулей, то это тоже странно. Да. Значит, если последовательность, скажем, там, n единица, n нулей, то вы все равно будете жаловаться на организаторов матерей. Или если последовательность, то есть 0,1, 0,1, 0,1 и так далее, то тоже явно чего-то не так. То есть это как бы должно быть, но это мало. А что бы мы еще потребовали? Да. Я думаю, что может быть при разбиении на разные отрезки, например, разбить на комбинации по 2, по 3, по 4, то количество одинаковых будет меньше половины всего количества отрезков. Ну, комбинации. При разбиении на блоке, ну, например, блоки длины 2, 0, 0, 0, 0, просто режем так. Получается 4 варианта блоков. И что при разбиении на блоке? Должно быть, получается, примерно меньше половины одинаковых. То есть, возьмем количество потеряющихся. У нас здесь 4 типа блоков. Мы посчитали, сколько раз встречается каждый блок среди. И что должно быть? Нет, посчитали количество одинаковых блоков. В смысле, с кем одинаковых? С собой, блок типа 0,1. С каждого типа блоков примерно одинаковое количество. Каждого типа блоков при разбиении на блоке встречаются примерно одинаково часто. То есть, примерно четверть блоков 0,0, примерно четверть блоков 0,1 и так далее. Ну, и это не обязательно при разбиении на блоке длины 2, а можно разбивать на блоке любой длины. И должно встречаться, они все должны встречаться примерно одинаково. Ну, чтобы один не раздавался. Чтобы она еще не была периодична. Если, допустим, встречается вот это количество блоков, то, допустим, 0,1. Ну, если она периодична на самом деле, то при большом ка встречается только один блок вообще. Поэтому она уже нарушает этот смысл. На самом деле, вот эти последовательности, такие последовательности, где вот это видно, они называются нормальными. Ну, нормальные там Бабаре. Это придумал такой французский музеематик. Бабаре. Но, а есть такой удивительный факт, что если мы напишем подряд все двоичные числа 0,1,2,3,4,5,6,7,8, не обращая внимания, где они кончаются, просто как одну последовательность улей единицы. И потом ее разобьем на блоге какой-то длины, то на больших отрезках они все могут встречаться одинаково часто. То есть вот такая последовательность, вот не странно, она является нормальной. Ну, а все-таки случайно ее трудно назвать. Ну, я не знаю, легко ли это заметить. Но, по крайней мере, уж раз узнав ее, вы после этого отрезков лотереи не одобритесь. Вот, в общем, вот поэтому более сложное определение, я уж не буду, там математически его трудно сказать, сейчас сказать точнее, но, скажем, нет алгоритма, можно сказать так же, нет алгоритма, предсказывающего следующий член последовательности, а существенно лучше гадания, то есть лучше половины случаев. То есть здесь мы можем написать алгоритм, который просто точно указывает. Но в других последовательствах, может быть, не точно указывают, но которые в большинстве случаев угадывают. Так вот, в случайной последовательности такого алгоритма не должно быть, в принципе. Ну, и еще другой вариант, ну, в некотором смысле, эквивалентный, но там есть разные вопросы математические. Можно сказать так, что начальные отрезки не сжимают. То есть нет, я не знаю, наверное, вы знаете, пробовали там запускать на файле какой-то архиватор. Иногда он его сильно сжимает. Так вот, в случайной последовательности, почему-то, вот не достает, вот так напишите. Мне не достает чего-то. Нет, слово достает, вернее, слово достает, это просто ругательство в русском языке. Ну как, нет, я слышал, что мне не достает чего-то, и на ему говорят, что ему достало храбрости, там, что-то такое. Нет, не достает, там не входит в корень уже. Ну, не знаю, в общем, ну, по-моему, вот не достает и не хватает, явно совершенно имеет одно и другое. А не хватает, это другое. Не хватает, если товарищи пишут всегда раздельно, а не достает вместе. Это я и не вопирую. Да. Приставка «недо» есть, либо частица «нет». Приставка «недо». Да, а приставка «недо» следует. А приставки «не хванят» в этом разделье. Действительно. Недород, недосбор, недопонял. Да. Что начальные отрезки не сжимаемые. То есть нет какой-то закономерности, которая позволила бы более коротко описать. Ну вот, как вы сжали файл, а потом его можно обратно разжать. То есть, тем самым, у него описание короче, чем он сам. Поднимите руки, кто знает, что такое архиватор. Но кто же в наши дни не знает, что такое архиватор? Нет, а вот есть, кто не знает. Ну вот, есть такая целая наука, которой он занимается, называется алгоритмическая теория случайности. Но вот, в частности, если вы когда-нибудь захотите им заняться, это очень интересная наука. Это можно воспринимать как рекламу для этой деятельности. И если когда-нибудь вы захотите про это узнать. Мы даже написали книжку с Верещанином-Успенским про эту, ну такую, довольно сложную папу. Если вдруг когда-то вас заинтересует, то там есть обсуждение философии этого дела, и почему, и как, и когда, и что.